Да, у нас в совхозе есть клуб «Золотая осень». Это клуб для ветеранов и пенсионеров совхоза. Этот клуб создан силами и средствами нашего совхоза и администрации, бывшей администрации местного самоуправления. Сейчас принято решение провести там ремонт и передать клуб «Золотая осень» в профсоюз совхоза имени Ленина. У нас очень большие планы по совместной работе с нашими пенсионерами, с нашими ветеранами. Мы будем вместе ездить на экскурсии, посещать театры. Если какие-то нужны будут консультации, мы обязательно их организуем. Мы ждем, когда закончится ремонт, когда закончится изоляция пенсионеров по ковиду. И тогда мы совместно хотим создать музей нашего совхоза в клубе «Золотая осень». В 2019 году совхоз выделил для материальной поддержки, для материальных выплат работникам и пенсионерам 46 миллионов рублей. Пенсионеры в том числе получили 10,5 миллионов рублей. Это ежеквартальные выплаты. «Мы живем хорошо. Нас всем обеспечивают. И, скажем, празднику дают деньги нам на подарки. Ну, кому куда. Нас картошкой, морковкой, всем овощами нас обеспечивают. Мы очень довольны этим. И все у нас хорошо. Вот. «Золотую осень» нам дали. «Мы здесь барствуем. Помещение хорошее. Все у нас хорошо. Мы справляем здесь юбилеи, день рождения у кого, чего, что. Ну, придем и, как сказать, и с радостью, и с горем. И с подругами, как говорится, тут у нас большая компания. Все эти у нас заняты, мы. Нас много ходят. Вот. И поделимся, чайку попьем. И посмеемся, и песни попоем. Все у нас отлично. И нас возили и по святым местам, и на концерты, и в картинную галерею нас возили. Ну, куда бы мы ни попросили, куда бы нас директор всегда давал автобус. И мы очень довольны с ним, куда у нас и концерты, и он приводит в празднику, и все, и каток нам. Ну, вообще, мы вот, так сказать, мы от него плохого слова не слышали, и никогда мы плохого от него даже не будем. Мы вот, как сказать, в огонь и в воду за ним. Тут как-то, ну, в этом поселке, я не знаю, вот все люди как-то объединены, как одна семья. Здесь приходишь. Ты как, как мы, как своя семья. Как своя. Мы делимся. Мы вспоминаем. Много воспоминаний у нас. И о молодости, и в годы войны, как мы пережили. Мы здесь со школьниками. Школьники приезжали. Даже московская школа приезжала. К нам приезжали даже, знаете, большая была делегация во главе с Ляховой, членом Совета Федерации. Это были из семи областей, семи, ну, вот, центрального региона России. Это женщины России. Женщины России, главы сельских поселений. Из семи регионов приезжали. И они, конечно, ходили вот по этому помещению и удивлялись. Фотографировались. И мы с ними фотографировались. И удивлялись. Ни у кого почти этого нет. И когда мы вот даже собираемся, как я, председатель общества «Дети войны», нас собирают в Московской области. И всегда ни у кого такого, как у нас, конечно, нет. Ни у кого. Павлу Николаевичу мы очень благодарны. Я ему в этом году благодарила от всех к 75-летию. Как только создали общество, он, ну, своих-то пенсионеров он никогда не обижал. А нас, «Дети войны», стало платить к этому, к Дню Победы. К Дню Победы он тоже всем детям войны, которые проживают пенсионеры здесь постоянно, он тоже нам выплачивал денежную, определенную денежную сумму. Ну, последние годы вот по пять тысяч он давал. И в этом году я его именно вот с такой ситуацией, когда началась, я его очень благодарила. Говорю, Павел Николаевич, большое вам спасибо, что вы не забыли и нас, «Детей войны», проживающих здесь. Я ездила на теплоходе в Соловки. И там узнали на теплоходе, что я из совхоза Ленина. И вы знаете, меня окружили, и люди были из Сибири. И как раз тот год, когда Павел Николаевич шел в президенты, и они мне все сказали, что они все голосовали за него. Я живу в совхозе Ленина с 1976 года. Я получила здесь квартиру за то, что мы строили в совхозе Ленина дома 13-й и 14-й. У меня радости не было конца. Что значит иметь воду горячую и холодную? Для меня и сейчас это очень большие ценности. Представляете? Вот. И таким образом мне совхоз Ленина стал моей малой родиной. А с Павелом Николаевичем я познакомилась в такой ситуации. Я была неосвобожденным профсоюзным еще и деятелем, добавок, в своей организации. И вот мы строили возле кольцевой дороги, на ту сторону Москвы, вот эти дома. И у нас работали солдаты. И я к Павелу Николаевичу обратилась за помощью, чтобы он помог кормить в вашей столовой этих солдатиков. Он пошел, сделал такую просьбу. С этих пор я считаю его очень хорошим человеком. И еще момент такой. Вот несмотря на то, что я ни работник, ни совхоза, он не знал никогда меня. Но когда получаем мы в конвертах, в Дню Победы, вознаграждение, это трогает очень. Значит, сердце есть у человека. Он не отбросил так, как будто я не работала и мало проживала здесь в совхозе Ленина. Вот за это ему спасибо. И поэтому вот мои подруги, с которыми я вместе работала, когда я им рассказывала, какая у нас жизнь в совхозе Ленина, они мне просто не верили. Говорят, да что ты, так разве можно сейчас в наше время? Я говорю, да, у нас можно. И когда я их пригласила к себе, и я их провела по всему совхозу Ленина, они, вы знаете, вот были шокированы. Одна живет в Люблино, вторая – текстильщиках. Вот. И одной из такой прогулки как раз идет Павел Николаевич. И он встречается нам навстречу и здоровается. И одна из подруг их говорит, Павел Николаевич, спасибо вам большое, это такую жизнь. Вот. А он опешил так, вроде лица-то незнакомые, только среди них я одна. Но к этому времени он меня же знал, потому что мы встречались на мероприятиях вот при посещении детских садов. Вот. И Павел Николаевич имеет такую манеру, что он не зазнается, он всегда с тобой поздоровается. Знает он тебя, не знает. Вот. А этот человеку дороже любого вознаграждения для человека. Понимаете? Особенно для человека пожилого. И даже вот эти подруги мои удивились, что, знаешь, он имеет все-таки директор совхоза. И здоровается простыми людьми. Вот так. К столетию по 100 тысяч выдали. Все, конечно, пенсионеры были просто, в таком вот состоянии, они готовы, ну не знаю, что сказать, Павел Николаевич. Это как у нас заведено к Новому году, к 23-му, к 8-му марта, к 9-му маю, к Дню пожилому человеку и к Новому году. И, конечно, пенсионеры его лелеют. И, можно сказать, молятся на его. Потому что, да я не знаю, наверное, во-первых, нигде не сохранился. В нашем одном хозяйстве, в Ленинском районе было сколько хозяйств. Мы одни остались. Мы гарантированы тем, что у нас есть за спиной такой человек. Понимаете, не только вот в семье, а он у нас стоит как бы выше семьи. Потому что, если случается какая-то беда или еще какой-то в семье, понимаете, если пойти к нему на прием, он всегда откликнется и поможет. То ли какая операция. Даже похоронить. Выдаст деньги на погребение. Сейчас это у нас принято колдоговором. Понимаете, выдаст, ну, пенсионерам я имею в виду, значит, выдаст автомобильный транспорт, людей, там все такое вот. Вот в этом плане, да. Мы не боимся завтрашнего дня.